Это обычный магазин внутри одного из дворов седьмого микрорайона. Вот уже неделю в его подвале кипит работа. Здесь молодые люди своими руками делают доски почёта для ветеранов Великой Отечественной войны. Их установят рядом с фасадом здания, который расписан в духе 9 мая. Если присмотреться, то можно заметить, как солдат, поднимающий флаг над Рейхстагом, стоит на сжатом кулаке. Позади него три лика, символизирующий весь советский народ. А ниже шпиль – визитная карточка Ангарска. Красота связана с благодарностью нашим отцам, дедам, бабулькам. Они отстаивали нашу землю. Вот мы решили выразить свою благодарность тематическим рисунком на 9 мая, как наши ставят флаг над Рейхстагом. Украшать родной город креативная молодёжь решила именно седьмого микрорайона. Здесь ребята выросли, стали друзьями. Один из них – владелец этого самого магазина. После того, как работа над фасадом будет полностью закончена, внутри откроют пункт сбора вещей для воспитанников интернатов. А в очереди на роспись уже следующий объект. Это детский сад номер 54 в седьмом микрорайоне, а точнее фасад его пристройки. Здесь энтузиасты решили изобразить любимых детских персонажей. Это такое переклетение получается, что симбиоз, именно одна сказка может попасть в другую. И персонажи с собой взаимодействуют. Самое классное, когда люди тебе говорят, что классно это и красиво, и ты радуешься, потому что ты приносишь что-то хорошее людям. Шрек и Алёша Попович – герои разных эпох. Однако объединяет их доброта. Местные ребятня уже не отходят от красочной стены. Такая фасадная мода пришла к нам из Новосибирска и Центральной России. Процесс, к слову, для художника вредный и длительный. На роспись уходит несколько часов. Потратиться нужно и на материалы – от 15 до 50 тысяч рублей. Уже 1 июня, в День защиты детей, ребята планируют открыть выставку современного искусства в парке нефтехимиков, чтобы доказать, что граффити уже давно не хулиганство, а настоящее умение создавать шедевры. Яна Попова, Антон Бархатов. Местное время.